Аббас Галямов, российский политолог, политтехнолог, присоединяется к нам. Аббас, приветствуем. Здравствуйте. 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 Ну вот так наши коллеги подготовили такой обзорный сюжет, в котором размышляют о предреволюционной ситуации в России. Я бы хотел вас спросить, а можно как-то сейчас замерить протестную составляющую в российском обществе? Это вообще реально? Вот вы как специалист на что опираетесь, когда вас спрашивают о протестных настроениях в России? Ну, уже неоднократно говорилось, могу только повториться, что социология, главный инструмент обратной связи в обычной ситуации, в нынешней ситуации, в ситуации массовых репрессий, конечно, работает очень плохо, с очень серьезными искажениями. Поэтому к официальным социологическим данным относиться надо очень осторожно. Вообще, ну, количественные опросы, даже в более-менее нормальной ситуации, на самом деле, протест, вероятность протеста тоже предсказывают не очень хорошо. Потому что протест — это все-таки в первую очередь эмоции. Это не то, что ты делаешь, знаете, когда контролируешь себя, когда ты логичен, взвешен, рассуждаешь. Вот в репрессивном обществе вот так протест организовать невозможно, апеллируя исключительно к разуму. Потому что вот что мне скажет разум, значит, если я буду сидеть и спокойно размышлять, идти мне или не идти? Вот что я приобрету, если я выйду и начну протестовать? Ну, очень мало, в общем-то. То есть, если люди выйдут, если там выйдут десятки тысяч людей, то одним человеком больше, одним человеком меньше, ну, ничего не изменит. Ничтожно малая величина, то, что называют математики. А чем я рискую, какие минусы? А вот это прям совершенно конкретно. Мало того, что там полиция избить может, так могут же и посадить. Ну, с работы-то точно уволят, конечно, узнают. То есть, жизнь сломать на раз-два. И вот на одной чаше весов у меня, значит, очень маленький плюс, ничтожно малый. А с другой стороны, огромные риски. И если я буду сидеть и трезво размышлять в этот момент, так я не пойду, конечно, и не буду протестовать. А пойду я это делать, когда во мне волна ненависти, негодования поднимется такая, что она просто захлестнет все вот эти рациональные расчеты, всю эту математику. И я сам себе скажу, что я просто себя уважать не буду, если я не выйду и не скажу, хватит. Я больше этого терпеть не намерен. То есть, вот эти эмоции, это то, что социология считывает на самом деле очень плохо. Я, например, хорошо помню, что в преддверии болотного протеста, первого мощного политического протеста в путинской России, на протяжении почти года постоянно падал протестный потенциал, который замеряли социологи с помощью количественников. То есть, обычно, как социологи делают, спрашивают, насколько вы считаете вероятным протест по экономическим или политическим основаниям, и, значит, готовы ли вы лично принять участие в таковых протестах? Ну, то есть, вот два вопроса обычно задают. И вот число людей, отвечавших утвердительно, верю, что протест будет, и сам намерен в нем участвовать, оно на протяжении года перед Болотной, оно падало. Да, и потом вдруг ситуация взорвалась. То есть, казалось, что все стабилизируется, никакого протеста. И раньше его не было, а сейчас он еще уменьшится будет, ну, то есть, потенциал уменьшается. И вдруг все взорвалось. Да, поэтому, вот, извините, что я так долго отвечал на ваш вопрос, но, мне кажется, ответил довольно-таки обстоятельно. А, значит, объективных показателей и критериев того, что протест случится, значит, ну, не бывает. Поэтому революция всегда приходит неожиданно. То есть, все знают, что скоро она будет, но никто не в состоянии предсказать, когда именно она случится. Вот протесты в Иране из-за смерти Максима Мини, кто их мог предсказать? Никто. Не сами протестовавшие, не тем более власти. Наша там февральская революция, уже набившая оскомину пример, так сказать, но очень в тему. Ленин за месяц до того, как она случилась, выступал в Свейцарии перед студентами Церковского университета, сказал, мы, старые большевики, возможно, не доживем до главных битв грядущей революции. Это дело, так сказать, ваше дело молодежи. Через месяц революция случилась. В общем, как-то так. Знаете, хотелось вам еще поговорить об этих нововведениях, которые в России грядут, уже частично реализовываются, об этих цифровых, скажем так, повестках, которые на самом деле уже не обязательно это получать и, соответственно, брать в руки, если они цифровые, то как же их взять, конечно, о том, что даже если не уведомят человека, либо он каким-то образом скроется от этого уведомления о том, что его призываются на службу, а по факту хотят отправиться на войну в Украину, просто могут закрыть выезд за территорию России. И вот насколько такие новости и такие мотивы могут быть действительно решающими для россиян. И вдогонку, конечно, хочу задать вам вопрос, как правозащитнику, есть ли уже какие-то механизмы, как обходить вот такие драконовские методы? Ну, строго говоря, правозащитником, извините, не являюсь, и поэтому вот вопрос о том, как это обходить, это как раз не ко мне. А вот может ли это взорвать ситуацию? Вот по этому поводу я могу порассуждать, потому что это как раз мой профиль. Значит, в сентябре, когда первая волна мобилизации была объявлена, значит, соотношение людей, которые отвечали на вопрос Левада-центра «Вы за продолжение войны» или за немедленный переход к мирным переговорам, было примерно один к одному. Там очень небольшой перевес, там где-то три пункта, было два или три перевеса в пользу сторонников мирных переговоров, но в целом это, в общем, в целом вот было 50 на 50. Где-то в районе, если не ошибаюсь, 44-45 процентов колебались оба параметра. Потом массовая мобилизация, и в октябре соотношение изменилось уже, знаете как. Число сторонников мирных переговоров взлетело с этих 44-45 до примерно 57-58, ну под 60, а число людей, которые за войну до победного конца, упало с 45 где-то до 33-34. То есть соотношение стало два к одному. Если до этого оно было один к одному, тут стало оно два к одному. И, значит, буквально за месяц. То есть россияне, они готовы еще одобрить эту войну. Тоже такое относительное одобрение, в условиях репрессий у них других вариантов нет. Но, окей, значит, они готовы в каком-то виде одобрить войну, пока для них является абстракция, по телевизору они ее смотрят. Но когда эта история перестает быть абстракцией и становится чем-то таким уже личным, индивидуальным, надо с дивана и самому идти проливать кровь или там отправлять своего близкого туда. Но это, конечно, уже совсем другая история. И тут уже россияне говорят, как бы, оно нам надо, а может быть, хватит. А что это вообще за война, зачем она нужна? И Кремль это понимает. Неслучайно Кремль очень долго пытался избежать второй волны массовой мобилизации. Он очень сильно пытался набрать искомое пушечное мясо за счет контрактников. Значит, вопрос был поручен Медведеву. Медведев по этому поводу проводил совещание. Значит, активная реклама шла везде, где только можно. И в медиа, и вообще в общественном пространстве, так сказать, на территории города, вот в городском пространстве. Но, судя по всему, так и не смогли они этих людей, контрактников набрать. И приходится все-таки прибегать к инструменту массовой мобилизации, хотя они все равно пытаются отрицать, что это подготовка к массовой мобилизации идет. То есть они пытаются оставить это событие без политического, что называется, звучания. То есть пусть оно там останется как у событий частных жизней граждан, но чтобы на уровне политики его не обсуждали. Поэтому у Песков даже сегодня, в момент, когда в спешном порядке, три чтения за один день, это вообще редкость. Значит, и даже в этот день, когда этот закон принимается об электронной повестке, значит, даже в этот день Песков говорит, не, не, что вы, граждане, никакой массовой мобилизации. И это у нас просто так расчистка законодательных завалов. Приводим все в соответствии со здравым смыслом и, в общем, чтобы все хорошо у нас было. Ну, в общем, как-то так. Так что потенциал взрывной у этой истории, конечно, есть и прямо это понимает. Может быть, поэтому так гибридно, так вот вы процитировали Пескова, так по-путински это решение принято не только в плане срочности и даже какой-то неожиданности, а вот действительно, вроде бы, ну, а что, никого же не мобилизуют срочно, просто проверяют реестры, просто госуслуги теперь уже не закрыть. В этом смысле они как бы, в этом есть уже осторожность, да, они боятся сразу на полную включить вот газ этого своего милитаризма, да, они прощупывают таким образом. Ну, они пытаются, они до последнего оттягивались. Сейчас им прощупывать некогда, поэтому, повторюсь, закон принимается в трех чтениях за один день. Это прямо редкость, такого практически не бывало, вот только после начала войны. Вот это законодательство о клевете на российскую армию, по-моему, в таком же экстренном формате принималось, и вот этот закон сейчас. Потом они, значит, на завтра уже Совет Федерации собирают, ну, я думаю, завтра же президент подпишет. То есть до последнего они оттягивали, надеясь обойтись без этого, да, а теперь уже у них подгорает, чувствуется, что, ну, вот, без пушечного мяса совсем плохо там на фронте, и, видимо, там, ну, всех под бахмутом положили, и нужно свежее мясо. И поэтому вот они теперь уже помчались, теперь им не до осторожности. Но они пытаются, как я вот пытался сказать выше, они стараются, значит, деполитизировать это событие. Ну, то есть, да, пусть она будет, эта мобилизация, но если мы не будем произносить это слово, если мы будем отрицать проведение мобилизации, ну, то какое-то число граждан не возбудится. Ну, в конце концов, на страну, где, значит, население там под 150, там 140 миллионов, да, ну, призвать там 300-400 тысяч, это, ну, не каждую семью затронет. Да, поэтому понятно, что вот семьи этих 300-400 тысяч призванных не обманешь. Пескову не поверят они, они же увидят, что происходит. Ну, хотя бы какую-то часть общества оставим, значит, в счастливом неведении. К тому же, если они нам не верят, то у нас есть еще инструмент, там, значит, в виде следователя НКВД, который, так сказать, из-за плеча Соловьева выглядывает и Маузером там грозит ноганом. И поэтому, ну, в общем, как-то так у них. Ну, и в заключении мы начали с вами с настроений в обществе российском. Может ли источником революционных изменений послужить ситуация в элите? Вот мы там издалека наблюдаем за конфликтами Пригожин, за коалициями Пригожин, Кадыров, Миронов. Но вообще вот может это уже политика или это, ну, никакого значения не имеет и революционным потенциалом не обладают эти бесконечные споры, коалиции и так далее? Нет, конечно, конечно, это очень важно. Ни одна революция не удается, если в этот момент элиты, в момент начала революции элиты консолидированы и единым, так сказать, вот единым фронтом противостоят восставшим. Тогда революция не удастся, каким бы сильным народное негодование ни было. Нет, раскол в элитах – это обязательная предпосылка к успешной революции. Иногда прямо начинается все с действия элиты, иногда начинается с действия народа, но потом элиты, так сказать, присоединяются. Но элитное недовольство, конечно, зреет совершенно очевидно. В этом смысле разговор Ахмедова с Пригожиным был такой очень показательный. То есть подавляющее большинство элит, ну, в принципе, думает и чувствует примерно то же самое. То есть от той былой лояльности Путину, которая была до войны, не осталось, если да, Путин для них, для всех превратился из фактора стабильности в ключевой фактор дестабилизации. Они перестали его ценить, и разговоры там эфири, чтобы он сдох, они вот в элитных кругах ходят уже без малого год. Но между кухонными разговорами и действием, надо понимать, конечно, разница гигантская. И пока элиты все-таки видно, что они Путина боятся. Но в какой-то момент, конечно, эта боя же пройдет. И в какой-то момент они поймут, что когда уже, знаете, так уж очевидно, Путин пойдет на дно, очень сильно будет этому ощущению способствовать поражение на поле боя. И вот когда это случится, значит, тогда элиты могут начать действовать, потому что каждый из них понимает, что те же депутаты Госдумы, условно говоря, они уже понимают, что они все кандидаты в ГАГу, причем надолго. Ну а кому из них охота туда? И в какой-то момент, значит, когда Путин дрогнет, они поймут, что вот их единственный шанс избежать ГАГи, это прямо сейчас, например, начать процедуру импичмента против Путина. Страшно, но надо. Ну то есть пока, знаете, Путин близко, они бы боятся сильнее, чем ГАГи, ГАГа далеко. А вот когда Путин ослабеет, перспектива ГАГи приблизится, и тогда они уже в какой-то момент ГАГи будут бояться больше, чем Путина, и тогда вот все начнется. Ну когда новый страх будет уже преобладать и казаться более реальным, нежели тот, который с ними был на протяжении очень многих лет. Аббас, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомним, что с нами был на связи Аббас Галямов, российский политолог и политтехнолог.